1 стрельба нового ружья. Первый раз стреляем. Проверяем на бой. Трот номер 7, навеска 24 или 21, не помню. Расстание до мишеней. Гильзы обжатые. Патронник вроде был. Хотя давление небольшое, сейчас после пули видно будет. Что за ружье у нас? Да, пойдем еще не посмотрим. Семерка была? 24, 21. Что-то я с навески намудрил. Догорело? Слишком легкий заряд, наверное. Да, скорее всего. Нормальный порох но без порта вообще-то. Давай пойдем посмотрим. Какие дальние стрелял? Легу и чуть-чуть. Чуть повыше. Ближний стрелял, да? Легу и стрелял правым с валом. Ну там у тебя и там и там цилиндр. Такая разница. Ну, чтобы знать спокойствие. И куда целился? В центр. Ну, немного так обнесло. Видно? Все чуть-чуть завысило, да? Ну и завысило еще. Видите, какие окна здоровые. Навеска не пошли, как другим патронам. Здесь немного получше. Даже пыжный долетел. Угу. Это близко или 20 метров? Слишком легкая навеска. Вообще-то я эти патроны накатал, чтобы ребенок пострелял, но он не любит отдачу сильную. Да. Кстати, как была отдача? Вообще не почувствовал. Никак на моей. Ну, патроны легкие. Сейчас заводскими стреляем, тогда будем говорить. Да. Ну, обнесло тоже, видишь? Какие окна здоровенные здесь вот. Я здесь. Здесь. Ну-ну, давай отметим. Как цилиндр неплохо, кстати. Угу. Зонтик стрелял. Бедный зонтик. Паучок. Видишь? Ну, наверное, так нехорошие патроны вышли. Не этот раз. Окна слишком большие. Видишь? Видишь? Должно было вот хотя бы так получится. Сними вот это. Куда попал? Вот это и это. А, вот это первый выстрел был. Вот это второй. Сейчас покажем героя, который сделал эти патроны. Здрасьте. Здрасьте, товарищи. Как умеем, так и делаем. Заводской тоже попробуем. Ну, нормально. Сойдет. Я и заводской, ну, да, сам все. Ну, скажем, самое главное. Сколько стоило нам это ружье? Ничего не стоило оно. Дешевле, чем пневматический пистолет. Даже 2-4 долларов не стоило идти так по большому счету взять. Сейчас свой пистолет и то дороже покупал. Газовый. 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 Газовый вообще. Ну, ну, у нас пневматический ружей, то стоит раза в 2,5. Ну, нормальный ружей, дороже, чем вот эта фиговина. Купил, пострелял в сезон. Сдал на утилизацию, потом купил еще одну. Опять пострелил, опять сдал. Ну, говорят ли, оно за сезон, конечно, и у нас. Да. Ну, третий оружие в сейф вполне сгодится. Мне нравится качество, кстати. Неплохо сделано. Ну, ты знаешь, у меня тоже такой же, только с чоками. Вот это, кстати, здесь у нас цилиндр постоянный. Вот. У меня такой же со сменными чоками, но здесь орех. Не бук. Ну, кстати, бук тоже неплохой. Я не говорю, что он плохой. Ну, мне орех больше нравился, но этот бук тоже. Только этот орех. Не, это ружье у меня четвертом сейфе уже стоит. Четвертое. Как четвертое ружье можно покупать. Ну, как первое, не советовал бы. Это точно. Особенно для... Начинающего вообще. Это надо знать, для чего это ружье берет. Ну, да. Ну, да. Ружье беретка по птице, по перепелке. Стрелять легкими навесками в основном будем. Да. Сострел очень предсказуемый, бьет отлично. Да. Троби вообще, куда целишься, туда и летишь. Что еще надо? Это здесь у нас тоже поливо. Тот тоже. Первые два выстрела. Вот здесь улетело влево. Сойдет. Все? Хорошие ружье стоило. Да, за свои деньги. Конечно. Кстати, бьет не хуже, чем ИС-27. У меня до этого ИС-27 был. Неченький месяц. Продолжение следует...